Около года назад, почти в том же составе, комиссия уже открывала для себя из окон этой автоматрицы пейзажи курортного города. Увиденное тогда не порадовало никого. Это касается и санитарного состояния, прилегающей к железной дороге территории, и внешнего вида частных домов, санаториев, пляжей, а также инфраструктурных объектов. Теперь время пришло проверять, насколько стал красивым вид Олимпийского Сочи из окна электропоезда. Эти виды Сергей Ярчук наблюдает каждый день. Машинист автоматрицы в шестой год колесит по участку от ТОПСЭ до Веселого. Очень сильно изменилась ситуация за последний год. На глазах строительство растет и улучшается, и вообще улучшается побережье, инфраструктура побережья улучшается, дорога улучшается. Я считаю, что намного лучше стало. Положительные изменения заметили и сотрудники мэрии. Но пока, по мнению проверяющих, пейзаж из окон вагона только на тройку. Есть дома, больше похожие на сараи. Покасившиеся заборы вдоль путей свалки строительного мусора. РЖД и ДСД Черноморья должны выполнить свои обязательства. То есть те территории, которые находились у них под строительством, должны быть идеально выполнены и сданы городу. Для безопасности движения все зеленые насаждения вдоль путей недавно обрезали. Но в прямом смысле оголились другие проблемы. Любители граффити оставили свои автографы практически на всех опорных стенах. А зеленые зоны сплошь усеяны мусором. Наводить порядок придется железнодорожникам и сотрудникам Росавтодора. Но то, что касается сооружений пляжных на их территории, то они требуют подкраски, требуют приведения к единому культурному облику. Следующая позиция – это сами населенные пункты наши, которые проходят тыльной стороной. Вот здесь – это самая большая проблема. Обзорная экскурсия длилась свыше пяти часов. Комиссия объехала все побережье Сочи. Сделаны сотни фотографий тех объектов, которые срочно нужно приводить в порядок. Главой города уже даны десятки поручений. Вид вдоль железнодорожных путей от Магри до Веселого должен измениться до начала Международного экономического форума. А значит, к 27 сентября. Денис Шичкин, телекомпания ФКТ.